Первое публичное обсуждение одного из пунктов нового меморандума 2020-2025 «Комфортная и безопасная городская среда» прошло на совместном заседании думских комитетов. Участники оживленно спорили, обсуждали настоящее и будущее города в сфере строительства доступного жилья, развития инфраструктуры города. Сегодняшняя встреча, как я надеюсь, открывает череду обсуждений по каждому из направлений меморандума. Мы все вместе формируем проект. Он живой, дышащий. Участники обсуждения отметили, что за последние пять лет много было сделано. Например, отремонтирована 10-я школа, реконструирован парк имени Зернова. Для благоустройства дворовых территорий привлечено несколько миллионов рублей. В группе средних городов, которые 200 тысяч населения, город Саров занимает очень-очень хорошую позицию среди всех городов России. В прошлом году мы были на седьмой строчке, в восемнадцатом году это пятое место. То, что мы сделали, это капля в море, что можно сделать. Но мне хотелось бы обратить внимание на что. В угловом классе равно ставятся те финансы, которые мы можем использовать. И если бы была возможность наполнению бюджета из иных источников, как было это раньше, когда у нас бюджет позволял не только участвовать в программах, но и самим реализовывать различные программы по жилищному строительству, по дорожному строительству и так далее. Тогда возможностей было бы больше. Большинство саровчан заметили перемены в лучшую сторону в городе. Одни отметили улучшение во дворе, другие в целом по Сарову. Мы облагородили место для парковки автомобилей, которое мы ждали очень долго. Ну не знаю, школу в городе отремонтировали, получше стало. Стало чище. Я все время вижу, что убирают. Все время вижу, что вывозят мусор. В своем докладе об исполнении меморандума 2.0 директор ядерного центра отметил, что на следующие пять лет команда ВНЕФ сформировала серьезную программу деятельности и защитила ее в Росатме. Для ее реализации нужна поддержка горожан, поэтому важно, чтобы саровчан привлекли к обсуждению будущего своего города. Донесли им нашу позицию, спросили их мнение и дальше попросили их поддержать эту программу. Как можно поддержать? Надо выбрать тот состав, который предложен Единой России. Задача наша состоит в одном, чтобы донести до людей вот эти простые цифры и попросить их, если они согласны с ними, поддержите, мы готовы их выполнять. Участники обсуждения, представители разных партий, представители команды ВНЕФ озвучили большие планы сделать Саров комфортнее и безопаснее. Мне, например, очень нравится тема создания пешеходной улицы в городе Саров. У нас есть рабочая идея, где ее можно сделать, даже как ее можно сделать, но это большие инвестиции. И вот здесь нужно общее понимание не только власти города, но и, конечно же, предпринимательского сообщества с хорошими своими идеями, с подходами. Возможность внести предложение по улучшению жизни в городе можно будет уже с понедельника. Каждый саровчанин может принять участие в обсуждении проекта меморандума 3.0 и внести свое предложение по развитию Сарова. Некоторые наказы новой команде ВНЕФ по благоустройству родного города саровчане уже дали. Нужно облагородить дворы старого района. Все помаленьку, больше стоянок, больше лавочек. Все, как говорится, все, что надо людям. Также внести свое предложение каждый саровчанин может на сайте командовнеев.ру, а также по телефону 9 90 78. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.